Особое мнение на 101FM Тайным голосованием завтра уже вы, депутаты, выберете спикера Место это, я напомню, стало вакантным после того, как свой мандат и свои полномочия сложил Владимир Быков Который три года возглавлял ЗАГС Собрание Вероятным претендентом и основным, наверное, претендентом является Владимир Бакин Которого избрали на этот пост на конференции регионального отделения Единой России Ну, предложили, да Вы, я так понимаю, что в члены партии Единой России не входите И, наверное, на конференции не были, наверное, не голосовали И поэтому я хочу спросить, как вы завтра будете голосовать, если мы можем уже обозначить вашу позицию Позицию я сегодня скрывать не буду У нас в Законодательном собрании среди депутатов всего лишь два депутата Которые каким-то образом относятся к строительному комплексу То есть либо работают сейчас, либо имеют большой опыт в этом работе Это Бакин и Сергеев Поэтому я однозначно поддержу кандидатуру Владимира Гавриловича Как человека, который понимает проблемы нас, строителей То есть у меня, наверное, чисто корпоративный интерес в этой кандидатуре есть Хорошо, но строители, а интересы жителей? Мы же говорим не только о строительном секторе Мы говорим не только о строительном секторе То есть это одна из отраслей, причем таких, скажем, значимых для нашей области Где работают довольно-таки большое количество людей Где создаются блага То есть это квадратные метры, это производство ремонтных работ для жителей нашей области Это является одним из крупных источников отчисления в налоге Как в областные, так и в муниципальные Поэтому, как представитель этого комплекса Я, наверное, в первую очередь забочусь о том, чтобы он развивался и плодотворно работал И я, честно говоря, вижу большой опыт, большой потенциал в этом человеке Поэтому и как человека ограмотного, человека порядочного я поддерживаю эту кандидатуру Ну, смотрите, при всем уважении к опыту, знаниям и профессиональным качествам Владимира Гавриловича Он человек немолодой, ему 73 года Через два года, когда закончится срок полномочий этого созыва, ему будет 75 Это вас не смущает? Нет, нисколько То есть, я просто слышала мнение И мнение обсуждалось в СМИ Что наиболее вероятной, вернее, наиболее лучшей кандидатурой будет молодой до 40 лет депутат Ну, я считаю, что возраст в этом вопросе не определяющий То есть, это человек, который должен организовать работу депутатского корпуса То есть, здесь организационное качество на первом месте, нежели возраст Ну, смотрите, я так понимаю, что выборы могут, вернее, должны состояться, если там два и более кандидата Если один человек, то выборы будут нелегитимными Кто-то от вашей фракции еще будет выдвигаться? Я не готов пока на этот вопрос ответить То есть, фракция будет завтра, то есть, там и будет приниматься это решение Ну, а может быть, у вас есть какие-то прогнозы? Кто, может быть, из оппозиционеров выдвинется? Ну, я думаю, что, наверное, в этой возможности было бы грех им не воспользоваться Это было бы, наверное, неправильно Но, опять же, вопрос нам лучше задать оппозиционерам, будут они выдвигать свою кандидатуру или нет Я думаю, что будет, наверное, кандидатура От нового председателя что вы ждете? Знаете, наверное, меньше эмоций, а больше работы Ну, вы вообще считаете, что есть у нас в области запрос на перемены? Ну, вообще даже не в области, а в обществе? Я думаю, что этот запрос есть, наверное, как на территории всей нашей страны Так и в Кировской области в частности Но я хочу обозначить свою позицию Я против революции Я за эволюцию То есть, когда вопросы, которые накопились, они планомерно решаются А не выливаются там в какие-то уличные или какие-то популистские решения Которые в итоге, наверное, реализовать в жизни-то не представляется возможным То есть, если это грамотно подготовленное решение, его можно реализовать То есть, мы как жители получим какой-то эффект от этого решения каких-то наших с вами проблем Если это популистское решение, да, оно может быть и звучит красиво, но мы от этого ничего как жителей не получим Ну просто мне кажется, что кандидатура Владимира Гавриловича, она такая несколько консервативная Если мы говорим о том, что запрос на перемены все-таки есть, вот как это коррелируется с значением? Вы понимаете, это вопрос, наверное, больше субъективный, но здесь вопрос организации работы То есть, принимает решение не один человек, то есть, не руководитель законодательного собрания А принимает решение депутаты Вот его работа только зависит, насколько много мы сможем законопроектов принять Как они будут, в каком последовательности, скажем, они будут приниматься Но само решение, оно остается за депутатами, а не за руководителем Ну вот вы сказали про популизм, вы считаете у нас популизма, вернее, не много ли популизма в руководстве Вернее, в тех решениях, которые сегодня принимаются, в тех действиях, которые происходят в городе и регионе Я думаю, я отвечу за решения, которые принимаются законодательным собранием, да То есть, нет, здесь популистских решений я не вижу, то есть, они должны выполняться, да И наоборот, там, где идет популизм, со стороны некоторых, скажем, министерств Которые очень красиво отчитываются, но результат их деятельности, к сожалению, граждан не устраивают То есть, мы приглашаем их на депутатские слушания, мы приглашаем их к себе на комитеты Это та мера воздействия, которую депутаты могут оказать на исполнительные органы власти Мы этим правом и мы этой возможностью пользуемся А в случае избрания Владимира Гавриловича, кто займет место председателя бюджетного комитета? И должен ли он вообще сложить эти полномочия? Вот на этот вопрос я вам сейчас не отвечу, потому что я в этот комитет не вхожу Наверное, все-таки, наверное, член комитета нужно будет выбирать из своего состава своего руководителя То есть, скорее всего, полномочия он сложит и будет избран новый председатель? Я думаю, я, наверное, вижу, что да Потому что на двух стульях это не усидеть будет, да, это очень тяжело, это большой объем работы И, наверное, там потребуется новый руководитель в комитете Давайте немного расскажем о процедуре избрания Кроме того, что это тайное голосование, есть какие-то еще особенности? У нас есть сроки избрания, да То есть, почему в этом месяце у нас сроки проведения законодательного собрания, пленарного заседания сдвинуты? Да, оно должно быть обычно в конце месяца, в последние четырех месяцев Да, обычно оно проходит там в последнюю неделю месяца, а здесь оно сдвинуто и проходит в середине месяца То есть, вот это одна из особенностей, то есть, это сроки проведения И процедура тайного голосования, кандидатуры должны быть озвучены накануне То есть, каких-то таких особенностей, таких серьезных я здесь не вижу Минимум должно быть две кандидатуры, и они могут заявить о своем желании непосредственно на заседании. То есть, да, ничего нового, то есть о том, о чем мы говорили, здесь нет? Это особое мнение Дмитрия Сергеева. Я предлагаю нам прерваться на полминуты, и после этого вернемся в студию, продолжим с другой темой. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем программу «Особое мнение», его сегодня высказывает депутат законодательного собрания Дмитрий Сергеев. И мы продолжаем. Одна из новостей таких последнего месяца. По данным аналитики портала domofon.ru, в Кирове зафиксировано самое большое в стране снижение стоимости цен на вторичное жилье. За последние пять лет цены на вторички упали на 22,3%. Как строитель, с чем вы это можете связать? Я бы добавил еще одну новость. Из доклада Мутков, это профильный мистер, у нас еще и в Кирове отмечается один из самых высоких регионов с самыми высокими падениями темпа строительства. То есть, вот это две вещи, которые неразрывно связаны. С чем я их связываю, это в первую очередь снижение покупательской способности жителей нашего города и нашей области. Почему город я ставлю на первое место? Потому что самые большие объемы строительства жилья, самый большой рынок недвижимости жилой – это город Киров. Снижение стоимости – это рыночный показатель. То есть, на него повлиять какими-то действиями, со стороны исправить какие-то данные, наверное, никто не может. То есть, это какой-то объективный показатель общей экономической ситуации в нашем регионе. Но не секрет, что реальные доходы населения падают уже на протяжении нескольких лет. То есть, вот это выражается в том числе и в снижении стоимости вторички. До этого, на мой взгляд, вторичка была несколько, скажем, переоценена, завышена. То есть, была потребность в жилье, которая не обеспечилась новыми квадратными метрами. И, соответственно, стоимость вторички была завышена. То есть, все мы помним лет пять назад, вторичка стоила дороже, чем первичка. То есть, старая стоила дороже, чем новая. Но, наверное, такой сам по себе факт не совсем понятный может быть. То есть, вот сейчас, скажем, это все приходит на круги своя. Причем надо добавить еще один момент, что время идет вперед, и, соответственно, вторичка, она ветшает. То есть, процент износа жилищного фонда в городе Кирове, в первую очередь, про который мы сейчас говорим, он увеличивается. То есть, вторичка, она становится более старая, соответственно, становится более дешевая. Вот эти два показателя, я думаю, что они и определили падение цен на вторичное жилье. Нет, а почему именно в Кирове именно самое существенное? Потому что вот следующий регион, я, к сожалению, не помню, про какой город идет речь, но следующий город, который идет после Кирова, там падение на 17%. То есть, 5%. Вот мы опережаем на 5%. Это достаточно серьезный, мне кажется, разрыв. Вот почему именно в Кирове? Ну вот, видимо, такие сложились рыночные условия, что у нас и переоценка была самая высокая, и снижение доходов населения тоже, наверное, очень высокое, потому что спрос на жилье падает. Ну вот вы сказали, что вторичка, наверное, была переоценена. А новостройки не переоценены? Здесь есть два фактора. То есть, один – это рыночная цена, другая – это себестоимость строительства. То есть, был определенный момент, когда стоимость, рентабельность строительства жилья была очень высокая, на уровне 40-50%. Сейчас таких цифр нет. Это я вам говорю уже как руководитель строительной организации, которая непосредственно строит жилье. Но стоимость рыночная новостройка, она растет незначительно, себестоимость растет более высокими темпами. То есть, когда эти цифры там будут приближаться, я думаю, что они уже… Соответственно, размер рентабельности. Да, когда рентабельность, она год от года падает, причем падает как по объективным, то есть по рыночным, так и по вещам, связанным с введением новых механизмов законодательных, да, то есть это скроу-счета. Поэтому будет сокращаться объем предложений, но цена на новостройки, я думаю, что она к низу не пойдет, потому что больше идти уже некуда. Ну, вот смотрите, вы как раз сказали про стоимость там на новостройки. Аналитики агентства недвижимости Realty Group представили данные, они озвучили их на втором урбан-форуме, и они сказали о том, что цены на новостройки, в общем-то, наверное, и завышены. Потому что сегодня у нас Киров в среде тех городов, которые являются нашими соседями, наихудший город с наихудшей покупательской способностью именно жилья, то есть люди не могут купить жилье. Причем у них не хватает денег не только там на покупку жилья, но даже на ипотеку и даже на первоначальный взнос. То есть мы говорим, наверное, о том, что у нас уровень падения доходов населения, наверное, очень высокий. Но я хочу спросить немножко о другом. Если такие большие у нас объемы вводимого жилья, то почему, например, вернее, качество жилья, там, по данным аналитиков того же Realty Group, оно достаточно низкое? То есть вы можете ли вы с этим согласиться, и действительно там оно ниже, чем, не знаю, в соседнем Ижевске или в соседнем Ярославе? Да, по каким характеристикам они его оценивали, да, то есть мне трудно говорить, я вот это, честно говоря, отчет их не видел, и что у нас жилье хуже, ну, не могу так сказать, да, то есть вот у меня такого ощущения нет, что мы строим хуже, чем соседи. Потому что жилье переоценено, то есть это, как бы, опять взгляд оценщиков с точки зрения потребительского спроса, а не с точки зрения себестоимости. Почему? Потому что себестоимость у нас выше, чем у других регионов. И она по такой... А почему она выше? По такой простой причине у нас все материалы строительные, они завозные. Просто к той цене, которая есть в других регионах, нужно добавить транспортное плечо для города Кирова. То есть у нас нет ни металла, ни цемента. Из всех материалов, которые у нас здесь производятся, это единственное, остался кирпич. Все остальное у нас завозное. То есть у нас производство строительных материалов, ну, на очень низком уровне. Плюс в этом году добавились проблемы с инертными материалами, это с песком, это с гравием. А эту проблему, вот недостаточность материалов, ее можно решить на региональном уровне? Я не знаю, каким методом это можно решить, потому что, опять же, это рынок. То есть рынок себя, скажем, отстраивал от сам. То есть и вмешательство со стороны государства, не знаю, к чему придут. То есть для госзакупок, да, это возможно делать для того, чтобы снизить, скажем, какие-то ценовые характеристики. И для свободного рынка, наверное, ну, это неправильно. Есть мнение о том, что, по-моему, даже данные статистики есть о том, что у нас достаточно много жилья остается непроданным. Если мы можем данные озвучить по вашей компании, сколько квартир, сколько квадратных метров, может быть, в процентном соотношении, из вновь построенного жилья вы не продаете? Ну, на сегодняшний момент у нас не продано 6 квартир. Примерно из 200 квартир, которые мы вводим в год. То есть жилье продается сразу или это какой-то период времени, что оно уходит за год? Процентов 80 продается на стадии строительства, еще процентов, там, скажем, сколько остается, наверное, 17-16 продается на стадии после ввода объекта в эксплуатацию. И вот 6 из 200 – это тот остаток, который есть у нас на сегодняшний момент. Ну, то есть переизбытка площадей нет. Я считаю, что наша компания здесь не показатель, почему, во-первых, мы не такие большие, как другие организации, да, то есть мы средние. Поэтому здесь нас сравнивать с большими организациями, которые застраивают там большие микрорайоны, сравнивать, наверное, нельзя. Ну, а в целом по регионам вы же наверняка знаете. Ну, скажем, у других компаний ситуация в худшую сторону отличается, и количество непроданных квартир исчисляется на кировском рынке, я думаю, что цифры более тысячи квартир. Из скольки? Не скажу. Ну, а в процентном соотношении сколько? Это 10%, 20%, 50%? Нет, вот этой цифры я как раз не в идее. Почему? Потому что здесь квартира может отличаться. Эта квартира может быть и 27 метров, квартира может быть и 100 метров, да, то есть поэтому здесь вот цифры апеллировать очень сложно. Причем эту информацию, как правило, компании не раскрывают, да, то есть, ну, это, скажем так, моя субъективная оценка рынка. Просто меня всегда интересовало, если у нас строят и не покупают, да, у нас, поскольку низкая покупательская способность, люди не могут взять кредиты, то зачем тогда строить? Здесь есть два, скажем, две составляющие ответа. Это первое, во-первых, большая инертность строительства, да, то есть у нас от стадии начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию проходит там полтора-два года. Если вы продали хотя бы одну квартиру в многоквартирном доме, то вы должны ее достроить, иначе вас просто разорят. Да, то есть, поэтому строительные организации вынуждены достраивать то жилье, которое у них уже сейчас находится в строительстве. То есть, если бы они не продавали, они бы не достраивали? А если они уже заключили хотя бы одну квартиру, то у нас 214-й федеральный закон и закон о защите прав потребителей выстроен так в сторону защиты прав потребителей, что тебя в конечном итоге просто могут довести до банкротства, если ты не выполнишь свои обязательства по достройке. Поэтому, хочешь не хочешь, но те организации, которые думают о своем будущем, да, то есть о своей дальнейшей работе, они достраивают. Да, есть, которые бросают объекты, проблема обманутых дочеков, она, скажем, ну, для нас известна. Это один момент. Второй момент. У предприятий есть какая-то точка безубыточности, да, то есть вот выше которой объем жилья они строят, это все-таки плюс. Если они будут строить ниже, то это даже, если не продадут все, то это все равно у них будет убыток. Поэтому предприятия ниже какой-то точки безубыточности, это, я говорю про крупные предприятия, у которых своя производственная база, у которых свой парк техники, вот ниже точки безубыточности, ни в любом случае опускаться не будут. Ну и как, скажем, результат, у нас ведь объем вводимого индустриального жилья, индустриальное, то есть многоквартирные дома, которые строят застройщики, он от года к году снижается. То есть это выражается в том, что объемы вводимого жилья, они падают. Это с чем связано? Как раз вот с тем, то, о чем мы говорим, со снижением покупательской способности. Причем еще один есть показатель, который можно, скажем, коррелировать в будущее, то есть это еще и объемы выданных разрешений на строительство, они тоже от года в год падают. То есть заделав у строителей будет все меньше и меньше, и объемов, скажем, на ближайшие два года, я прогнозирую, что они еще дальше будут падать. Но бесконечно снижаться уровень покупаемых квартир он не может. Вы сами сказали, что есть точка безубыточности. Ну да, дальше просто предприятие скажет, что я больше строить не буду и закроется. То есть если мы говорим о каком-то плановом снижении, то есть оно идет, 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 достигает точки безубыточности, и дальше что? Мы можем в перспективе столкнуться с тем, что у нас строительных фирм будет меньше. Ну, их и так эта тенденция найдет. То есть до какого, как бы, скажем, минимума будет сжиматься этот рынок, я сказать не могу, но это тренд последних там нескольких лет. То есть количество строительных организаций, количество работников в этой сфере, он сокращается. А что делать со старым жильем? Вот вы сами сказали, что на вторичках, ценное на вторичное жилье падает, потому что жилье ветшает. Соответственно, у нас есть дома, которые там 40-х, 50-х годов постройки. С ними что делать? Потому что они стоят в центре, есть такие дома. Вот по примеру, может быть, московской реновации. Ну, давайте начнем с того, что у нас есть и другой механизм, это освоение застроенных территорий. То есть суть, в чем заключается, администрация выставляет какую-то территорию на конкурс и дает право застройщику, победителю открытого конкурса, расселить жителей на этой территории и построить новые дома. То есть она выставляет территорию, где уже стоит жилой дом? Где уже стоят даже несколько, может быть, живых домов, которые признаны аварийными. Где есть жильцы или нет? Где есть жильцы. И как раз обязанность застройщика расселить, вначале расселить, а потом построить. То есть, ну, скажем, от реновации она не очень сильно отличается. Вот в нашем таком обывательском понимании. То есть, если я не ошибусь, то первые договоры такие заключались в городе Кирове, наверное, лет 7-8 назад. То есть эта практика была. К сожалению, последний такой договор, наверное, был заключен администрацией в 2017 году. Почему администрация отказалась от этого? Ну, у меня есть тоже свое, скажем, мнение. Какое? Оно может быть не очень популярно. А администрация города Кирова, скажем, муниципалитеты, они не заинтересованы в строительстве нового жилья. Почему? А потому что в головах некоторых чиновников новое жилье – это проблема. Это нужно обеспечить детскими садами, это нужно обеспечить школами, это нужно обеспечить поликлиниками, дорогами, инженерной инфраструктурой. То есть почему-то у них было, что новый дом – это новые жители. Если бы этой логикой руководствоваться, то город уже давно должен был бы стать городом-миллионником. Но прирост населения там несколько тысяч в год, это по официальным данным, по данным статистики. То есть, на мой взгляд, происходит уменьшение просто плотности. То есть люди расселяются? Да, то есть это люди, которые жили в городе Кирове, там, скажем, в одной квартире раньше жило две семьи, сейчас появилась возможность, и каждая семья живет отдельно от детей. То есть вот у нас просто происходит… Дмитрий Валерьевич, давайте мы перервемся на рекламу и вернемся с этой же темой и продолжим. Это «Особое мнение» Дмитрия Сергеева. Возвращаемся в студию, продолжаем программу «Особое мнение». Дмитрий Сергеев его сегодня высказывает, и мы обсуждаем состояние строительного рынка в Кирове. И закончили на том, что администрация боится застраивать город, вернее, боится… Она не заинтересована. Не заинтересована, да, прошу прощения, не заинтересована в строительстве нового жилья на месте старых аварийных домов, потому что… Это социальная проблема для города, которая ложится на ее плечи. Я в подтверждение, скажем, своих слов могу привести слова одного из руководителей города Кирова, который он озвучил на годовом собрании Союза строителей. То есть, по его мнению, количество выданных разрешений на строительство, то есть за дело строительства жилья в городе Кирове, достаточное. То есть увеличивать объемы, увеличивать вводимые почты не нужно. То есть это нам, строителям, было официально заявлено. Поэтому, исходя из этих слов, я такой ввод и сделал. Ну, хорошо, не вводить в площадь. А что делать? Как строительной фирме жить, работать? Ну, это же коммерческие структуры, поэтому, скажем, ну, это не уже, скажем так, не забота чиновников на местах. Ну, хорошо. Если есть такая позиция администрации о том, что кварталы, жилые кварталы нужно застраивать не только там жилыми домами, но еще и там объектами социальной инфраструктуры, школами, детскими садами, там, парковой инфраструктурой. Насколько это вообще реально, да, если мы говорим даже не про центры, вообще в принципе, и насколько это утянет стоимость жилья. Давайте, наверное, вернемся к другому. А чья это обязанность? Если мы вернемся к закону муниципалитета? Вообще это обязанность города, но мы же понимаем, что сегодня у нас очень часто есть ситуации, когда появляются свечки, да, многоквартирные дома, где мало парковочных мест. Значит, соответственно, увеличивается плотность населения в этом микрорайоне. Количество школ, детских садов и мест в них, оно остается прежним. Соответственно, что? Возникают проблемы с детскими садами. Людей отправляют за 10-20 километров от дома. Ну, то есть это же не очень правильно. Давайте вам, может быть, вопросом на вопрос. А насколько у нас увеличилось население? А у нас население-то практически не увеличилось. То есть у нас те жители, которые жили в городе Кирове, просто вот они стали больше рожать детей. Неважно, где они живут, на Филейке, в Центре, в Нововязке, у нас бы все равно не хватало мест ни в школах, ни в детских садах. Да, то есть вот спросите сейчас чиновника в администрации, где можно строить, где у вас есть достаточное количество мест в школах, в детских садах? Нигде. Нет, ну почему? Например, в детские сады отправляют молодых мам и говорят, вы везите детей. Там есть места в Костино, есть места в Бахте, еще в каких-то отдаленных детских садах. В Центре мест в детских садах нет. Количество жителей-то не увеличилось. Это понятно, но территориально людям неудобно ехать в дальние детские сады. Если бы строители не построили ничего за последние пять лет, у нас бы все равно была бы проблема со школами и все равно была бы проблема с детскими садами. Да, то есть вот строительство жилья, оно как раз на эту проблему не влияет. Вот, к сожалению, эту мысль, скажем, донести до чиновников я не могу. То есть эти две вещи, они не связаны друг с другом. А вы ее доносите, эту мысль? Ну, я не раз ее озвучивал. То есть, нет, новый дом – это значит новые люди. Ну, просто, когда ты заезжаешь в новый дом, наверное, хочется, чтобы в шаговой доступности была школа, был детский сад, был какой-то парк, может быть, объект спортивной инфраструктуры. Да, все равно человеку хочется, наверное, чтобы это все было в шаговой доступности, все это бы располагалось компактно. И, наверное, доля истины в таком заявлении администрации есть. И, в общем-то, это правильно. Это правильный подход, да. То есть, если мы вспомним советский опыт строительства, то есть строились микрорайоны, когда одновременно в них проектировались и жилые дома, и социальная инфраструктура. Сейчас градостроительной деятельностью занимается администрация, муниципалитет. Что муниципалитету мешает планомерно осваивать новые территории, где размещать как социальные объекты, так и жилищные комплексы. К сожалению, это ошибка, которая была допущена в свое время муниципалитетом, и которую, естественно, никто признавать не хочет, а проще сослаться на то, что вот они настроили, но они только, нет, я имею в виду строителей, они только сделали то, что им позволяет муниципалитет через свои нормативные акты, то есть через правила землепользования и застройки города Кирова, приступить к закону. К сожалению, к счастью, никто из строителей не может, но это есть и надзорные органы, и правоохранительные. Ну, а может ли быть какое-то сотрудничество государственно-частное, например, вы садитесь за стол переговоров с администрацией, они вам показывают эти проекты, вы говорите, да, вот хорошо, вот здесь у вас планируется школа, детский сад, давайте мы вот здесь можем построить дом. Я вот вижу некоторые, скажем... Как вообще расшивать эту проблему? Нет, я вижу некоторую проблему вот в том вопросе, который вы задали. Если такая возможность у муниципалитета появится, то я боюсь, что кому-то будет всё, а кому-то ничего. То есть все должны быть в равных условиях, то есть если все скидываются на инфраструктуру, то должны все скидываться на инфраструктуру, то есть это может быть реализовано через какой-то дополнительный сбор, да, то есть сбор на социальное подключение. Состроительных компаний. Ну, с квадратного метра, то есть, но зато тогда все будут в одинаковых условиях. Ну, тогда мы снова придём к проблеме, что квадратный метр станет ещё дороже. Ну, в любом случае, если строитель будет строить школу, то он эти затраты будет относить на кого? На конечного потребителя, да, то есть я бы, чтобы получилось так, что этого я не люблю, поэтому тебе школа, детский сад и поликлинику, а это мой сват-брат-кум, поэтому тебе ничего. Может такая ситуация быть? Может. Может, тут это я обоссаюсь больше всего, то есть все должны быть в одинаковых условиях, как это сделать. Вот, пожалуйста, тебе рубль с квадратного метра, все заплатили, а муниципалитет уже решает, что ему нужно. Школу, детский сад, ливнёвку, может быть, ещё что-то, да, то есть... Региональному уровню можно ввести вот такое? Я пока только возможности не вижу. Давайте ещё немножко про закредитованность поговорим и перейдём, наверное, к другой теме. Сказала уже я, что у нас высокая закредитованность, подтверждают это данные Национального бюро кредитных историй. Рейтинг был опубликован в середине октября, в общем-то, месяц назад, и я думаю, что не сильно данные изменились. В общем, согласно им, Кировская область занимает второе место в России по закредитованности населения. Ну, соответственно, это как бы отсюда все вытекающие последствия, да, это снижение покупательского спроса, в том числе на жильё. Вопрос, как эту проблему расшевать, и что, и кто должен сделать что-то? И что должен делать? Ну, вопрос, кто виноват и что делать, да? Да, извечены наши вопросы. Извечены наши вопросы. Я на этот вопрос ответа не знаю. Да, то есть должна меняться, наверное, социально-экономическая ситуация как в стране в целом, так и в нашем регионе. То есть должны появляться возможности зарабатывать, возможности работать и увеличивать своё благосостояние своих семей. Да, то есть вот как это сделать, но, к сожалению, я здесь экспертом, наверное, не являюсь, но, скажем, увеличение бюджетных расходов – это один из драйверов, который может повысить экономический рост в нашей стране. Бюджетных расходов на что? То есть я имею в виду бюджетных федеральных. То есть это национальный проект. То есть это какие-то дополнительные субсидии из федерального бюджета? Это строительство тех же школ, детских садов, строительство дорог, какой-то иной социальной инфраструктуры, больницы. То есть это нужно будет реализовывать здесь, на местах, и появятся новые рабочие места, соответственно, это доходы населения. То есть вот единственный драйвер, который я на сегодняшний момент вижу, то есть то, что на сегодняшний момент принимает федеральное правительство – это национальный проект. Поняла. У нас пять минут до конца эфира. Я предлагаю обсудить последнюю сегодня тему – это решение суда по полигону в Осенцах. Позавчера, 12 ноября, арбитражный суд Волговятского округа оставил решение суда предыдущей инстанции в силе. Что это значит? Значит, что разрешение на строительство полигона в Осенцах было выдано незаконно и считается незаконным. Проблема была в том, что полигон находится в непосредственной близости от аэродрома в Порошино. Я думаю, что о вреде птице, об опасности птиц для самолетов говорить не нужно. Мы все помним чудо на кукурузном поле. И вообще, в общем-то, история, когда птицы попадают в двигатель самолета, она, в общем-то, не единичная. Они там практически каждую неделю происходят. Поэтому говорить, что это опасно – да, это опасно. Суд, видимо, тоже это понимает, это осознает. И решение суда уже от инстанции до инстанции не меняется, оно остается в силе. Вопрос в чем? Что дальше будет с полигоном? Потому что сегодня нам свозить мусор некуда. То есть это единственный полигон, который в таких объемах может принимать мусор. Свалка в Костину, мы знаем, она закрыта. Соответственно, что делать дальше и что будет? Начну с того, что меня как житель в первую очередь интересует, чтобы наш город и наша область не превратилась в эту большую свалку. Чтобы у нас отходы жизнедеятельности наши вывозились, утилизировались. Ну да, они где-то там... В идеале бы еще и перерабатывались, сортировались и вовлекались во вторичное производство. По полигону в Осенцах, да, то есть тему Народный фронт в свое время поднимал о том, что там были нарушения. На тот момент были проданы все экспертизы и заключения, которые позволяли выдать разрешение на строительство. Но, наверное, здесь должны сделать оценку правоохранительные органы, надзорные органы о том, как эта вся процедура была ли она соблюдена в свете того, что были приняты последние решения арбитражных судов. Вот как строитель я могу единственное сказать, что есть какие-то необходимые или в рамках закона мероприятия, которые позволяют сокращать какие-то зоны. То есть это могут быть какие-то там отпугивающие птиц устройства, да, то есть, ну, если мы конкретно... То есть я здесь великим экспертом не являюсь, потому что это все-таки такая специфика. Но здесь нужно просто садиться за стол вместе с экспертами, профильным министерством, оператору и находить технические решения, как этот вопрос решить. Потому что мы сами понимаем, что за один день, там, за один год нам новый полигон не построить. Да, есть планы по строительству полигона в Кирово-Чепецком районе, который в территориальную схему включен, но это не одномоментная процедура, то есть это изыскание, это проектирование, это строительство, это вот в эксплуатацию, включение в лицензированные все мероприятия, то есть эта процедура, ну, от нескольких месяцев, она, наверное, утянется на пару лет как минимум. Поэтому здесь нужно находить технические решения, которые позволят безопасно работать в Порошино и эксплуатировать, наверное, этот полигон. Но это мое такое, скажем, мнение человека со стороны, может быть, который вот глубоко этой темой, глубоко эту тему не погружен. Ну, вы сказали вот сокращать какие-то природоохранные, вернее, зоны, да? Как при этом безопасно эксплуатировать аэроподром? Если есть такие возможности, то есть есть технические возможности, которые позволяют решать вот некоторые проблемы, то есть сокращение, уменьшение. Ну, вот по закону 15 километров. Ну, вот я говорю, здесь великим экспертом не являюсь, то есть, может быть, есть какие-то возможности сократить эту зону. Законные. То есть, ну, первое слово, это, конечно, законные. Я предлагаю на этом закончить. Программа наша подходит к концу. Это было особое мнение. Его сегодня высказывал депутат законодательного собрания, эксперт регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт» Дмитрий Сергеев. Спасибо и всего доброго. Особое мнение на 101FM